Доброе утро! Вот что мне не спится, вот скажите. Проснулась полчетвёртого. Уснуть не могу. Света нет. Ой, и свечки все нормальные у меня в том доме. Вот понаходила этих маленьких. Таких вот. И кусочек последний от свечки. Так что, мои дорогие, когда вы пишете, это рай. Это совсем не рай. Свет выключают у нас на волне постоянно. Причём летом нет. А вот пока нет отдыхающих, постоянно выключают. А так как у нас всё на электричестве, то нет света, нет воды. Нет интернета. И вот я сижу дур-дурой. Время сейчас скажу. Так, время уже без пятнадцати пять. Чё, ждать, когда расцветёт. Главное, что спать-то неохота. В общем, у меня натура такая. Я же не могу просто так сидеть. Ну ладно, чайку вскипятила. Чайку попью. Может, спать захочется. Так что, вот такое у нас сегодня тёмное начало дня. Ой, как скучно сидеть в темноте. Вот, решила вам свою коллекцию показать. Чё тут только нету. Турция, Греция, Финляндия, Италия, Израиль. Доминикана, Болгария, это Калининград, Египет, Франция, Казань. Норвегия, Карелия, Щёлково, родной мой город. Это не рифы, Канары. Америка. Ой, там ещё, господи, вон Германия. Куба. Это бывший Загорск. Господи, как она, Троица-Сергивская лавра, что ли? Так, вон там Москва, вон там уже не видно, Мурманск. Вон там Украина, героям слава. Вон Питер, Черноморск. В общем, вон там. Вон ещё висят. Сейчас мне обещали прислать ещё из Минска кружку. Я, правда, в Минске была очень давно, сорок с лишним лет назад. Вот будет у меня ещё из Минска. Нет у меня кружки из Риги. В Риге я была аж два раза, но тоже очень давно. Тогда я кружки не собирала, поэтому... Так что... Вот. Богачество моё. Ну да, конечно, не дело это в темноте снимать. Ой, ну уж очень мне скучно сидеть просто так. Да, пока не забыла, мои хорошие. Сейчас вот утро настанет нормальное. Рассветёт. Я поеду на почту опять отправлять бандерольки. Всем всё отправлю, не переживайте. Потихонечку я просто... Вот. Так что все получите. Вот только с Украиной проблема у нас. Ну и то, я думаю, мы что-нибудь придумаем. Вот. Время полшестого. И что-то и расцветает сегодня плохо. Туман какой-то. Да. Тишина. Тишина. Отчего я тут делаю-то? Ну вот какого мне хрена не спится? Хожу тут в темноте. Разбудила. Чернуша. Черенький мой. Хрёд сходит там чё-то. Черный. Черный. Иди ко мне. Иди, мой дорогой. Прибежал. Мы с тобой, да, не спящие. Разбудила, да, услышал меня. Ты мой хороший. Ну ладно, слава богу, расцветает потихоньку. Уже и Куба с ночной прогулки пришёл. Вон, вишня начинает зацветать. Да. Лет двадцать надо, чтобы в Крыму наладилось всё. Я говорю, мы когда приехали в четырнадцатом году, мы же полтора года жили практически без света. Давали там по графику. Новый год без света встречали при свечках. И до сих пор вот какой-то бардак. Я помню, какой Севастополь страшный был. Мы приезжали с Алинкой. Уже когда сюда переехали. Ой, да и жили там когда. Вот это ночью, ну не ночью, но вечером, когда темно. Зимой снега же нет темно, когда снег есть хоть посветлей. И вот светофоры не работают. И вот только фары машин и люди, которые дорогу перебегают. Ну это ужас. Или к Черноморску подъезжаешь в темноте. Просто чёрный город. Да. Грустное что-то у меня видео получилось. Тёмное. И вы-то со мной страдаете. Ну ладно, сейчас расцветёт. Будет повеселее. А пока да. На улице светлее, чем дома. Нагулялся. Всю ночь где-то ходит. Ну, ты видишь, темно. Я тебя даже снять-то не могу. У тебя будет сейчас. Вот он. Да. Урчит. Вот где ты, интересно, ходишь всю ночь? Чем ты занимаешься? Ладно, был бы кот. Так ведь, кастрированный. Всё равно где-то ходит. Ладно, ладно. Чёрный. Бородячая собака и та дома ночует. Ну. Разурчался. Время седьмой час. Света так и нет. Ну. Ложись, спи. Вишня начинает зацветать. Конечно, красота вот эта. Что и говорить. Чудо чудесное. Знаете, уже всё. уже отцветают. Розочки прям все листики, листики. Инжир скоро листочки даст. Красота. Вон меня спрашивали, рябчики есть у меня. Вот они, да, рябчики-то вот эти. Тюльпаны пошли. Красота. Красота. Самое главное, что хотела сказать. Через пять дней. Через пять дней прилетают два внука моих. И так как их отпросили из школы рано, так, нам очень нужен будет репетитор за третий класс. Так что если есть педагоги младших классов среди моих подписчиков, или у вас есть хорошие знакомые. Может быть дети ваши учатся, вот. Огромная прям просьба к вам. Откликнитесь как-нибудь. Ну, напишите мне в комментариях, если есть вот такая возможность. А там уж мы договоримся, как. Будем ли мы их привозить, или сам педагог сможет приезжать к нам. Ну, вот, так что это вот прям сейчас прям такая важная вещь для нас. Вот. А так, ну что, света нет. Рассвело. Вот. Спасибо вам, мои дорогие, что со мной вместе пострадали в темноте. Ну, и пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!